Привет, друзья! Маленькая упаковка пришла из магазина GearBest. В ней находится видеоглазок. Простой, но очень интересный. И не менее интересный канал я хочу вам порекомендовать в этом 15-секундном ролике. Привет всем, меня зовут Макс. На моем канале вы увидите сборку различных устройств. Это ламповые усилители для звука, обычные усилители для звука, часы и много-много всего интересного. Ссылка на мой канал в описании и внизу под видео. Подписывайтесь к Максу на канал. Ну а мы с вами продолжаем. Извлекаем наружную часть видеоглазка. То есть она будет установлена с лицевой стороны двери. На панели есть кнопка вызова. То есть это не только глазок, а еще и звонок, камера и инфракрасная подсветка, чтобы видеть в темноте. Зачем-то китайцы положили дополнительный шлейф, который остался в виде лишней запчасти и инструкцию. В комплекте пакет с крепежом, пластмассовая планка с двухсторонним скотчем, с обратной стороны текстолитовая пластина и винты различного размера. Винты здесь нужны не все, они выбираются в зависимости от толщины вашей двери. Ну и последняя, это та часть, которая будет установлена внутри квартиры. С одной стороны здесь четыре кнопки, о них мы поговорим чуть позже. Здесь разъем для подключения шлейфа, идущий от видеокамеры глазка, а также переключатель на беззвучный режим. И отсек, в который можно установить четыре пальчиковых батарейки. К двери сложно подвести питание, поэтому оптимальным вариантом будет использование здесь аккумуляторов. Ну и дисплей, в котором мы будем наблюдать происходящее снаружи. Здесь имеется прорезь, похожая на отсек под microSD-карту. На самом деле это не так. Это даже не динамик, так как он находится с обратной стороны. Если знаете, зачем нужна эта прорезь, напишите в комментариях. Меньше слов, больше дела. Читаем инструкцию и приступаем к монтажу. Первый шаг это демонтаж старого глазка. Здесь все просто, и выкручивается он против часовой стрелки. В результате получаем сквозное отверстие в двери. Шаг этот очень простой и занимает минуту времени. Второй шаг еще проще. Обходим дверь с обратной стороны, отклеиваем двухсторонний скотч от камеры глазка. Продергиваем шлейф через отверстие двери. И пытаемся ровно приклеить камеру к дверной панели. Квадратную планку из комплекта будем считать лишней запчастью. Как мне показалось, нужна она для больших отверстий. Это не наш случай. В нашем случае самоклеющаяся рамка крепится напрямую. Используем два винта из комплекта, подобрав их оптимальной длины. Подключив шлейф к блоку, засовываем излишки проводки в отверстие. И вот тут его можно либо запенить монтажной пеной, либо оставить все как есть. Я так и сделаю. Устанавливаем блок, фиксируя его винтом с правой стороны. Тут же проверяем работоспособность. Нажимаем на кнопку вызова. Убеждаемся, что камера включилась, а это значит устройство работает. Возьмем смартфон и при помощи системы умного дома Xiaomi выключим свет снаружи двери, чтобы проверить, как работает камера в режиме ночного видения. Работает она, конечно, не очень хорошо, но разглядеть, кто пришел, я думаю, вполне можно. Ну а при свете картинка так вообще праздник, как я считаю. В режиме покоя, нажав единственную клавишу рядом с дисплеем, включается видеокамера и вы можете спокойно мониторить состояние подъезда. Коротко про кнопки. Самая верхняя клавиша – клавиша меню. Нажимая ее поочередно, можно настраивать яркость, контрастность и цветность. Настройка происходит следующими двумя кнопками, это кнопки вверх и вниз. Ну а последней четвертой клавишей можно менять мелодию вызова. Выбранной останется та мелодия, которую вы прослушаете последней. Проверяем. Вот так просто и функционально, а самое главное – дешево. GearBest предлагает лучшую цену, все ссылки в описании. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Делитесь этим видео с друзьями. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok